Есть ли жизнь после пожарища? Полигон твердых бытовых отходов закрытый по решению суда и после июльского поджога продолжает будоражить город слухами. По сарафанному радио передают, свалка горит и дымит. Мы верим глазам своим ни дыма, ни огня. Поручение главы Анапы установить круглосуточное наблюдение за этой территорией выполняется по сей день. Каждые три часа объезд. Круглосуточно дежурит техника, то есть круглосуточно у нас экскаваторщики дежурят. Раз в три часа у нас служба контроля обходит полигон. Горения у нас уже давно нет на полигоне. У нас полигон, опять же повторюсь, после того, как его закрыли, его пересыпали полигон. То есть мусора там нет на полигоне. Горения тоже, естественно, не может быть. Когда полигон подожгли, с огнем боролись, пересыпая свалку грунтом. Тогда ушло больше 25 тысяч кубов. Запас есть и сегодня. После дождей бывает где-то земля проседает, осыпается, отвалы большие. То есть сразу мы это все локализуем. Вот для этого мы специально завозим грунт, сюда высыпаем, чтобы он у нас был в резерве. Бытовые отходы здесь уже не утилизируют, но на территорию приходят мусоровозы. На это есть соответствующее разрешение. Содержимое городской спецтехники перегружают в тонары для отправки в Абинск. В среднем ежедневно уходят по 15 тонаров – 150 тонн мусора. «Аквакристалл» закупил новые «Камазы» – мультилифты с прицепами, чтобы делать меньше рейсов к соседям. «Аквакристалл» закупил новые «Камазы»»